Ещё раз вас всех приветствую. Зовут меня Ольга Каурова, если кто не знает, кто первый раз присутствует сегодня на встрече. И наша основная цель, которую мы преследуем на наших таких встречах, это очередной раз узнать какой-нибудь сервис, инструмент, программу, увидеть то, что нам позволяет несколько автоматизировать, облегчить наши усилия по информированию тех людей, кто заинтересован в наших каких-то полезных предложениях. Поэтому сегодня мы с вами пройдём такой замечательный сервис. Я надеюсь, что вам уже видно экран. И вы видите, что сейчас у меня открыт сервис SMM Box. Кстати, я сейчас остановлюсь сразу вам в чат, вот бросаю ссылочку на этот сервис. Очень надеюсь, что предыдущие наши встречи, они закончились тем, что вы все уроки посмотрели, даже кто не был или был, но не сразу всё понял. В записи вы все материалы видите. У вас есть много материалов и в открытом доступе, и в закрытом доступе. Те тренинги, которые я давала в открытом доступе, есть у меня на канале. Те, которые даются только для партнёров, есть в закрытых группах. В закрытых группах есть все эти инструменты, о которых я рассказываю. Единственное, что на тренингах я пытаюсь сделать акцент и показать вам, насколько всё просто, если вы действительно действуете по шагам. Я рассказываю, вы не просто слушайте, а тут же старайтесь, пожалуйста, пройти по записи, если что-то непонятно, взять и применить это сразу. Иначе тогда так и будет. Это просто такой слушательный процесс, который не приведёт к результату. А мы ведь все с вами хотим, чтобы в конечном итоге нам действительно вот какое-то время мы потратили на обучение, и появился результат. А результат какой-то, финансовый результат. А финансовый результат тогда, когда я уже говорила, что в любом бизнесе один и тот же алгоритм. То есть это надо какую-то сумму вложить. И самое главное, за что поощряют в большинстве своём, 99% компаний, это за то, что вы умеете работать с партнёрами, что вы умеете приглашать команду. Каждая компания заинтересована в том, чтобы её услуга была востребована, чтобы как можно было больше покупателей или пользователей услуг. Поэтому все мы являемся представителями какой-то платформы, за исключением, конечно, такой платформы, как краудфандинг. Там мы работаем только сами на себя. Но вот в данном случае я даже не буду вам показывать ещё раз, как зарегистрироваться. Ссылочку вы видите в чате. Пожалуйста, скопируйте её. И прямо сейчас в какой-нибудь там на рабочем столе создали документ правой клавишей мыши, скопировали в этот документ ссылку, которую я вам сейчас дала, и вы легко попадёте на этот сервис. Зайти сюда можно через соцсеть, например, ВКонтакте, Фейсбук или Одноклассники. Она предложит вам несколько вариантов. Вы можете даже не регистрируясь, просто зайти через какой-то свой аккаунт в социальной сети. И у вас откроется вот такая вот страничка. У меня, правда, она уже заполнена, потому что здесь сразу же считал этот сервис моей группы, например, ВКонтакте. Я заходила сюда через ВКонтакте. И плюс он даёт возможность подключить ещё какие-то страницы. Я вам говорила, что у меня несколько групп ВКонтакте. И вот те личные страницы автоматом подгружаются. И подгружаются, я сама показала, что ещё, пожалуйста, включи мне какие-то вот мои группы. Здесь есть кнопочка, всё легко читаемо, очень легко выполняется. То есть вот есть у меня группа «Очимся зарабатывать». Но я эту группу не подключаю, потому что она у меня закрытая. Если я нажала на значок «Открытие дополнительного списка», раскрытие списка, то я могу подключить ещё какие-то свои группы, которые у меня здесь есть. Ну вот то, что я хотела, я здесь вот уже выбрала и подключила. И, конечно, здесь, когда вы зайдёте, зарегистрируйтесь в этом сервисе, две недели вам даётся полный набор всех функций, которые предоставляет данный продукт, данный сервис. И у вас будет две недели VIP-аккаунт. И вы посмотрите, насколько легко, насколько просто один раз сесть, как я вам говорила, да, вот для меня это любимый день понедельник. Он самый трудный день, я сажусь и пользуюсь вот этими вот настройками, вот этими сервисами. Один раз задал им какую-то задачу, и они сами потом всё выполняют, а моё дело потом только через недельку ещё раз зайти, если будет желание. Значит, и вы увидите такую опцию, как подключенные соцсети. Просто-напросто здесь, вот если у вас, у меня нет вот соцсети Тамбру, то я, конечно, её не смогла подключить. Инстаграм тоже подключить, просто вот сейчас не стала подключать, но тоже можно это сделать. Я подключила здесь, нажимаем когда кнопочку, он тут же вас авторизует, покажет, найдёт вас на вашем компьютере. Вы только подтвердите, что да, согласны, чтобы этот сервис к вам подключился. И вот у меня подключены ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Телеграм, Принтерест, Гугл Плюс. И вот этих соцсетей мне достаточно для того, чтобы дальше пользоваться. Но в чём уникальность? Много сервисов, которые сейчас предлагают заранее взять и запланировать какие-то свои посты. Большей частью эти сервисы нам предлагают сесть и прикрепить туда свои картинки, свои тексты. В чём уникальность этого сервиса? Здесь есть возможность воспользоваться готовыми постами. То есть вот, например, я вам просто покажу. Смотрите, здесь всё хорошо написано. Вот поиск контента. А контент — это и есть как раз наш с вами пост. То, что мы размещаем на наших страничках, в соцсетях, это называется постами. Это я ещё раз напоминаю терминологию, чтобы вы не пугались этого слова. Каждый пост у нас сопровождается каким-то текстом, который как раз и называется контентом. Кроме того, мы прикрепляем видео, какие-то фотографии, какие-то изображения, может быть, аудио и так далее. Но самое главное — это поиск по контенту, то есть по словам. Для того, чтобы воспользоваться в этом сервисе вот таким поиском контента, я вам говорила, нам нужно, чтобы хотя бы один-два раза в день, не меньше, чем один-два раза в неделю от вас на ваших страничках выходили какие-то публикации, то есть посты. Именно по социальной активности на 30% поисковые роботы, такие как Google, Яндекс, Рамблер, Яха, они оценивают нашу активность по социальной активности, то есть в социальных сетях. Если мы там не появляемся, если мы ведём только какие-нибудь сайты, ведём какой-нибудь блог, этого недостаточно для того, чтобы раскрутиться в целом в интернете. Сейчас соцсети, как вы понимаете, настолько востребованы, особенно то, что касается наиболее молодой такой части населения, они все сидят вот в этих соцсетях. И поэтому для того, чтобы нам как-то вот себя всё-таки выявить в этом интернете, где миллиарды сообщений, причём ежесуточно, нам нужно, чтобы мы постоянно как-то показывали вот эту свою активность. И вот этот сервис, он вам поможет. Смотрите, вот я нажала «Поиск контента», и он предлагает сразу же. Есть поиск по фразе, новая категория — это если я свою какую-то хочу создать, и я вот такую создала себе. Но не буду на этом даже обращать внимание. Здесь есть готовые примеры категории. Например, у меня есть группа, в которой я размещаю материалы по рукоделию, которые касаются дома, что-то сделано своими руками. Я выбрала эту категорию. И посмотрите, у меня сейчас загрузятся, вот ищут этот сервис, самые интересные посты. Причём по автомату он их сортирует, у кого больше всего лайков, то есть вот сердечек. То есть люди поставили отметку, что нравится им эта публикация. Можно, конечно, выбирать ещё, что плюс репосты. Может быть, я хочу, чтобы у меня там были только картинки. И вот он мне сейчас показал, что в данной категории он будет искать по трём соцсетям — по Одноклассникам, по Фейсбуку и по Твиттеру. Я сразу поставила галочки, так как я уже пользуюсь этим сервисом. Я поставила здесь галочки, что не показывать опубликованные посты. В принципе, я думаю, что вам тоже есть смысл, если вы будете размещаться не один раз, то сразу ставить эти отметки, чтобы одни и те же посты вам не повторялись дважды. Если вы их уже применили на своей страничке, то они вам уже не нужны. И я поставила, опять же, чекбокс, скрывать такой пост, если я его опубликовала, если он у меня прошёл уже публикацию, прятать его. И вот по этой категории рукоделия у меня показывается, вот смотрите, видно значок Одноклассников, оранжевенький в правом верхнем углу. Здесь публикация с группы «Сделай сам». И вот первый раз такое вижу, как так замёрзла святая вода перед Новым годом. Фантастика! Вот не знаю, как вам, но мне этот пост, например, понравился. И, кстати, видно вот здесь вот внизу статистику, что 7 729 человек поставили отметку «нравится». Это очень высокий показатель. И было бы здорово, если бы у нас также это было. Более того, здесь репостов. Я вам говорила, что вот этот рупор, который у нас находится под постами, это вот всё пост. Это текст плюс картинка, это и есть пост. Так вот, под постом 384 человека, они сделали репост. То есть они продвинули вот эту группу «Сделай сам». как только появляется вот такой вот репост, кто-то делает репост с нашей публикацией, мы, по сути дела, получаем человека, который нами заинтересовался. И вот я хочу сейчас эту публикацию тоже забрать в пост, в свою группу. Я нажала на эту синюю клавишу. Я могу нажать «Опубликовать сейчас». Он сразу же считал и текст, и фотографию. Только единственное, что я всегда говорю, что добавляйте хэштеги. Вот те, кто уже был на моих тренингах, вы помните, да, что мы здесь добавляем вот через такой знак диеза или решёточка, как её назвать. Это те слова, фразы, которые мы хотим, чтобы помимо нас находили. Например, «Заработать в интернете». Но только единственное, что пробелы хэштег не понимает, и вместо них мы ставим нижнее подчёркивание. У нас получается как бы одно целое, без пробелов. А когда я добавляю следующий хэштег, добавляю такую же решёточку, и, предположим, я продвигаю сейчас свой ВИП-экспресс. Это там, где мы партнёром сами строим команду. Те, кто до Нового года успевает подключиться, вот они могут найти, значит, меня по хэштегу ВИП-экспресс. И несмотря на то, что публикация у меня совершенно не по этим темам, но я добавляю хэштеги, чтобы меня по ним находили. Кто-то увидит, сделает репост. Как вы видели, это довольно популярная публикация. И заодно уйдут в интернет мои хэштеги, то есть мои кликабельные ссылки, по которым потом ещё поисковые роботы сработают. Так вот я могу сейчас нажать «Опубликовать сейчас». Я это сделала. Причём ещё раз могу нажать «Забрать». Посмотрите, у меня в правом верхнем углу, куда постить. Он забрал сейчас на мою личную страничку. Я могу сделать ещё раз репост этой страницы или же, предположим, в те же «Одноклассники» даже отправить, так как я там заполнила все свои данные. Я добавляю, что я хочу в «Одноклассники». И, предположим, я хочу в эту свою группу, которая у меня касается семьи, рукоделия и так далее. И посмотрите, я нажала на «плюсик», у меня добавилось и «Одноклассники», и вот эта вот группа моя ВКонтакте. Плюс я хочу на Фейсбук ещё отправить эту же публикацию. Интересная такая ёлочка с замёрзшей водой, прикольная. И вот он мне показывает, что у меня теперь уже пойдёт это в «Фейсбук», в «Одноклассники» и в «Контакте». Опубликовать сейчас. Кстати, в «Твиттер» я тоже отправлю, пусть это тоже туда идёт. И отправлю в «Принтерест». Это тоже пускай идёт. Это тоже одна из социальных сетей, где все картинки ищут, занимаются поиском картинок со всех сайтов, какие есть в интернете. Вот достаточно. Я отправила раз, два, три, четыре, пять. Пять соцсетей. И плюс до этого я ещё раз отправила. Пять, шесть соцсетей. Я только один пост, не бегая по соцсетям, я сейчас отправила. И мы можем с вами проверить, появился ли этот пост, так как я нажала «Опубликовать сейчас». Я сейчас перейду на свою страницу и на своей страничке посмотрю, появился ли у меня этот пост. Уже вижу даже по фотографии, которая появилась, что, конечно же, он появился. Вы видите, что это у меня закреплённая запись, самая верхняя. Вот он, этот пост. Так вот, я вам сейчас показала, как простые какие-то посты можно размещать, так, чтобы привлечь к себе внимание. А можно в конечном итоге сделать так, чтобы эти посты у вас ушли. Я смотрю, это ещё и Клуб Рукоделия такой же опубликовал. Можно сделать так, чтобы этот пост у вас уходил. Это ради чего я сейчас рассказываю. Самое главное. Так, чтобы эти посты, которые вы набрали, уходили, скажем, без вас, завтра, послезавтра, на следующей неделе. Можно распланировать хоть на целый год. И вот я сейчас следующий пост как раз помещу в плановое размещение. Сейчас найду что-нибудь такое, поинтереснее зимний креатив. Тоже прикольно, конечно. С Новым Годом. Такие я не очень интересуюсь. Ну вот, сухое, да. Очень похоже на сухое валяние. Котёнок как будто бы действительно выполнен методом сухого валяния. Вот заберу этот пост. И посмотрите, я сейчас не буду его размещать. У него 2289 просмотров. И прямо так и оставлю это название. Но не буду сейчас размещать. Ещё раз покажу, что я добавлю к своей личной странице ВКонтакте, которая у меня автоматом здесь высветилась. Добавлю всё обо всём, свою группу на плюсики нажала, потому что здесь этот список будет пополнен. То информация, где вы на своей личной странице, если внесли все соцсети, показали какие-то группы, то у вас здесь появится вот этот выбор, чтобы вы могли просто вот плюсиком добавлять к себе вот этот пост. Ну, выберу, пускай тоже Facebook будет, и пускай будет Twitter, и также Pinterest. Но я нажму, сейчас посмотрите, вот эту галочку поставлю, опубликовать, запланировать на будущее. И у меня даже уже показывают, что вот у меня на 22 число звёздочками уже есть плановые публикации, на 23, на 24, на 25, а 26 у меня без звёздочки. На 26 декабря у меня нет никаких постов. И я запланирую на 26 число. 26 числа, предположим, пусть это будет моё местное время, считывается, так как у меня Красноярск с Москвой на 4 часа, ну пусть это будет 14 часов, 10 часов утра по Москве, как раз чай пьют в офисах в это время, и кто-то заглянет в соцсети. Мне остаётся только вот нажать, подтвердить внизу, опубликовать 26 декабря. И посмотрите ещё раз, два, три, четыре, пять, в пять соцсетей у меня сейчас отправится эта публикация. Думаю, принцип вам понятен, как вот я сейчас воспользовалась готовой рубрикой, которая здесь предоставлена. То есть я искала поиск контента, искала по категориям, а ещё есть поиск по фразе. Как вы понимаете, я, например, заинтересована, чтобы все мои ученики нашей школы, бизнес-школы онлайн, те, кто имеет доступ к закрытым материалам, те, кто в конечном итоге уже сейчас продвигает конкретно краудфандинговую платформу, которая связана с вашим личным проектом, который продвигает именно вас, а не какого-то чужого дядю, не каких-то чужих людей. Там, где мы в конечном итоге получаем деньги именно для себя. И поэтому, конечно, есть у меня группа, как вы видели, краудфандинг интернешнл. Я хочу поискать материалы в других группах, то, что размещает по нашей вот такой платформе, которая позволяет нам гарантированно зарабатывать на себя. Устали мы от всех этих предложений, которые целый май, и когда людей ведёшь ещё, потом оказываешься у разбитого корыта. Больше разбитых корыт мы не хотим. Поэтому наполняем свою группу. Там, где мы в конечном итоге открываем дотации для себя лично. И вот я хочу наполнить свою группу краудфандинг интернешнл, но посмотреть, что пишут люди в подобных группах. Наверняка их очень много в интернете. Я набрала вот эту фразу, и сейчас поиск мне, по идее, должен будет выдать, где у кого какие свежие публикации наиболее востребованные, какие популярные. Ну вот, как вы понимаете, уже поиск выдал. Есть группа «Мечты сбываются». И приглашаем вас познакомиться с возможностью финансирования ваших личных идей и проектов на платформе краудфандинг. Почему я выбрала этот проект? Три критерия. Проект легальный, зарегистрирован в Евросоюзе, дотации, то есть есть деньги 100%, распределяются сразу же между участниками. Всё хорошо. Но в таком случае меня вот не устраивает картинка, потому что здесь на картинке указан e-mail человека, 50 визиток с вашими данными в подарок. Вот видите, как человек проводит акцию? Надо взять на заметку, тоже надо будет взять. Предположим, я этот пост хотела бы тоже взять. Я его добавлю пока, мне надо будет под него картинку подобрать. Я просто добавлю пока его в избранное. Здесь есть возможность потом посмотреть на те публикации, которые мы себе отобрали, отложенные посты. Вернёмся к этому. Значит, что ещё здесь есть? Показан один из наших основных организаторов, администраторов краудфандинговой платформы. Это Тван. И в первую очередь я человек, потом основатель. Показать текст полностью, отвечу на все интересующие вопросы, хочу в проект. Ну, тоже можно попробовать даже разместить такой пост. Давайте мы его заберём. Только что сейчас мне придётся сделать? Мне придётся поменять текстовку. Здесь поставить какие-то свои ссылки. И, ну, хотя, конечно, лайков мало. Всего 21 лайк, 3 репоста. То есть это не очень интересная публикация. Тоже для меня ориентир. Хорошо, не будем брать двойно. Посмотрим следующий пост. Тоже 13.2. Лидеров чужих нам не надо. Мы сами себя будем размещать. Про мероприятия, которые пройдут от кампании 13.12. Это уже всё прошедшие мероприятия. 25 ноября тоже. Сейчас посмотрим что-нибудь ещё более актуальное такое. Ну вот, мировой тренд, Crowdfunding International, набирает обороты. Показать текст полностью. Другие же продолжат вести заурядную жизнь, обвиняя всех вокруг своей беспомощности. Они не верят даже в завтрашний день. Это не вопрос веры. Ну вот, тоже можно взять, в принципе, этот пост. Даже, наверное, мы его и возьмём. В данном случае такой пост. Тоже добавлю «вызбранный», потому что в настоящий момент, даже, наверное, так сделаем. Давайте перейдём к записи. Посмотрим. Я правой клавишей. Обратите внимание. Для того, чтобы не закрылась у меня эта страничка, многие сразу берут и кликают на вот эти вот кликабельные фразы. Вот я перейду к этой записи. Смотрите, либо у вас колёсико есть на мыши для того, чтобы эта вкладка открылась рядом. Вот она у меня открыта сейчас, вот эта страничка. Мне её нельзя потерять. И я с помощью колёсика открыла вкладку «Рядом». Можно, если кто колёсиком не привык пользоваться, правой клавишей мыши выбирайте самую первую опцию «Открыть ссылку в новой вкладке». И вот она у вас откроется рядышком. Вы можете перейти к записи и посмотреть, кто это, что это. Ну, а дальше текст, в принципе, известный. Все приёмы известные. Я вам уже показывала. Просто вот скопировали, перешли на свою страничку, зашли в группу. И всё очень просто. «Craftfinding International». Я зашла в свою группу, добавить запись. Я вставила сейчас то, что скопировала. И картинку можно даже и взять в конечном итоге. Она такая универсальная у них. «Craftfinding Universal», «Craftfinding International» не написано, а «Craftfinding Universal». Это маленькая платформа. Рынок диктует свои условия, люди выбирают «Craftfinding». Да, это так. И я, как помните, вас учила. Кликаем по картинке, копируем эту картинку. И забрали к себе сюда, в этот же пост. Здесь я сделала отдельно «Enter», строчку. Вставляю картинку, и она сейчас сама считается. Но разместить я её хочу. Смотрите, вот опять же я могу это сделать вручную. Напоминаю, в наших уроках об этом было сказано и показано, что я могу поставить таймер. Таймер. Я хочу это разместить, предположим, 27 декабря. И пускай она у меня также уйдёт в 14 часов. Я вам показываю сейчас два в одном. Одно дело в сервисе запланировать, а другое дело здесь. И здесь мне обязательно надо добавить опять же хэштеги. Если помните, я рассказывала про Notepad, где у меня, например, все хэштеги уже собраны. Всегда он под рукой. Показывала, как настроить, чтобы этот список у вас отражался. И я просто сюда вставила из своей заготовки все необходимые хэштеги у меня сюда встали. И плюс я хочу добавить о том, чтобы ко мне включались в скайп-чат, там, где у нас в конечном итоге идёт действительно и помощь, и поддержка, где мы отвечаем на все вопросы. Поэтому сейчас я зайду опять же в заготовку, где у меня указаны все мои тексты приглашений. И вот видеоблог я тут вообще всё поправляла. Значит, вот зайти в скайп-чат, фраза и ссылка у меня на скайп-чат. Или же вот связаться со мной. Возьмём ссылочку на скайп-чат. Скопировала из своей заготовки, сюда вставила. Как видите, я вручную ничего не набирала. Уберём пробел, ссылка. Всё, пост готов. Вот это он мне отобразил скайп-чат, он мне не нужен. Пускай останется только картинка. И я нажимаю «В очередь». Как видите, я проверила, у меня здесь логотип группы отобразился. Всё хорошо. Не забывайте, что у вас здесь, если вы настройки правильно не сделали в группе, то у вас здесь всегда будет возможность выбора от себя лично отправить или же от группы. Всегда в группе отправляйте от группы, чтобы вот здесь был логотип. А потом уже сможете поделиться заодно на свою личную страничку. И нажимаю «В очередь». Всё, эта публикация у меня… Теперь посмотрите, у меня есть все записи, есть записи сообщества и есть отложенные. У меня появилась вот такая вкладочка. Здесь, где вот группа, справа вот аватарка. Здесь вот видно участников. И здесь же теперь вот есть… Перед тем, как добавить новую запись, вернее, перед вот этой вот публикацией, у меня здесь наверху можно ещё одну запись добавить, а вот ниже уже видно. Можно посмотреть все записи, которые здесь размещались, вот то, что сегодня вот было. Записи именно от лица сообщества. И можно посмотреть на отложенные. Всегда можно вернуться, пока она не публиковалась, и отредактировать. Можно нажать «Опубликовать сейчас». Но я возвращаюсь ещё раз к сервису. Как вы видите, да, вот здесь есть возможность посмотреть какие-то материалы, которые даёт другие участники такой же платформы, как мы с вами, которые получают здесь реальные какие-то результаты. И можно увидеть что-то полезное для себя и выбрать так, чтобы вот уже быстро заполнять информацию. О, кстати, даже скрины есть, посмотрите, кабинетов. Маленький отчёт, 28 ноября человек вот даёт. Маленький отчёт о том, как можно за 9 дней получить в CFE Universal Crowdfunding International на 353 евро или 24 473 рубля. И показывает скрин своего кабинета. Ведь вполне можно разместить такую информацию. Это живой. Вижу действительно это с маленькой платформы. Вот эти вот буковки «А» зелёненькие. Видно, что человек выводил на 2 кэш. То есть наглядный-принаглядный пример. Мы всегда говорим о том, что где бы взять свежие скрины. Вот они, свежие скрины. Пожалуйста, да, люди делятся. И вот смотрю, ещё кто-то поделился. 10-го, 12-го вот кто-то разместил такую же информацию. Есть про то, что журнал Forbes считает, что краудфандинг — это следующий огромный тренд. Но это мы и сами с вами уже прекрасно понимаем. Вон сколько картинок, которые можно было бы применить. Даже если всё закончилось, можно нажать «Найти ещё». Но так как у меня времени уже осталось совсем немножко для того, чтобы с вами пообщаться, я очень прошу вас обратить внимание на этот сервис. И две недели у вас есть вообще бесплатно попользоваться всеми возможностями этого сервиса. И вот эти отложенные посты, которые, например, у меня здесь сейчас находятся, вот он мне отображает список что-то. У меня в ВКонтакте 5 постов, всё обо всём, один пост в Одноклассниках, в Фейсбук, в Твиттер. То есть все посты здесь показаны. Я могу на любой кликнуть и посмотреть, может быть, отменить его, изменить и так далее. То есть он мне показывает все вот эти вот посты. Вы можете также воспользоваться и посмотреть. Я, честно признаюсь, не добралась, всё хотела найти время, но обычно, как появляюсь вот около компьютера, уходит всё на общение. Водяной знак, чтобы можно было добавлять, чтобы вот рядом с вашей публикацией, дабы она по другим уходила, с вашим каким-то логотипом, с вашим каким-то значком. Вот они показывают в сервисе. Здесь даже видео обучающее есть, о том, как вообще делать. Кстати, здесь видео есть сразу, как только вы зайдёте. Обучающее видео, насколько я помню, оно прямо было здесь же. Кстати, есть группа ВКонтакте, вы можете к ним подписаться. Есть канал поддержки, контактная информация. И поддержка хорошо очень работает. Есть возможность добавить это приложение, чтобы календарик появился сразу к себе в Хром. Командная работа. Несколько человек могут объединиться. Кстати, тоже вариант, когда несколько людей могут взять и вести одну и ту же группу. Это тоже очень замечательный вариант. Можно администраторами в группе задать себе кого угодно. Кстати, у меня так и есть. Я на самом деле не только сама размещаю информацию. Вот одна из публикаций, которая у меня сегодня есть в нашей группе. Я только вот сейчас при вас увидела, потому что ещё не добралась к глянке. Мои помощники, мои коллеги, мои друзья, сподвижники, они также имеют доступ, поскольку в управлении группой, в управлении сообществом, там, где у нас участники, у нас всегда есть возможность, посмотрите, руководители, добавить руководителей. Вот сколько у меня здесь участников, которые могут одновременно управлять группой. И в конечном итоге это тоже вариант. Сегодня неделю я веду группу, на следующей неделе вы. То есть это даже облегчает ведение группы и продвижение её. На этом у меня всё. Сейчас я хотела бы услышать от вас, если есть какие-то вопросы. И слушаю теперь вас. Оля, сколько стоит регистрация вот в этот вот бокс? Вообще он стоит 10 долларов или 300 рублей в месяц. Ой, прошу прощения. Он стоит 5 долларов в месяц. В месяц. То есть 300 рублей в месяц. Для меня, например, я специально не регистрировала, чтобы показать вам. Вот я зарегистрировалась 2 недели назад, по сути дела, через 2 дня закончится. Конечно, я его куплю. Куплю я его, и тут ещё вот есть сейчас, перед Новым годом, видите, до 3 месяцев подарок. Вот я его обязательно куплю, потому что во всех остальных есть SMM-планер, такой замечательный сервис. Есть вообще много очень сейчас сервисов, которые позволяют заранее планировать. Но везде надо самому пост создать от нуля и до конца. А здесь есть возможность готовыми воспользоваться. Понимаете? И вот ещё и запланировать на много-намного дней вперёд, так, чтобы возвращаться к этому действительно не в тягость самому себе. Поэтому стоит он совсем недорого. Оль, подскажи, пожалуйста. А 2 недели, я прошу прощения, Наташенька, а 2 недели бесплатно вообще полностью пользуетесь. Оль, а предыдущие уроки у нас есть в нашей закрытой группе? Вот до этого у нас была. Я пропустила. Часть уроков есть, которые я давала для всего интернета, есть. Хорошо. То есть те, которые я давала только для партнёров, нет по краудфандингу, а те, которые я давала. В частности, вот то, что я говорю сейчас о том, как использовать настройки группы, личные страницы. Это там всё есть. Прямо последние уроки, последние посты об этом. А только для партнёров, которые материал, где его найти, чтобы пройти? Это во второй группе. А, это во второй. Это во второй группе, да. Вот очень рекомендую, ребята. Вот если вопросов нет, то как использовать вот этот сервис. Я вам очень рекомендую. Это вам облегчит сейчас, даже особенно, кто только заводит свои группы или странички. Они у вас уже должны быть. Всё-таки мы с вами две недели занимаемся. Если у кого есть Facebook, пожалуйста, продвигайте свой Facebook. Активность должна быть от вас. Иначе тогда, когда, ещё раз повторюсь, мы запустим роботов, вас заблокируют, ваш аккаунт потеряется. Вы его просто навсегда потеряете. Только в этом вот многие не понимают нюанса, что, когда мы говорим, прежде чем запускать робота, надо просто сделать тонкие настройки. Запланируйте вы эти посты, и пусть он за вас размещает эти посты. Что-то вам приятно, что-то вам самим нравится, и пусть это там размещено. А потом, когда мы запустим роботы, уже ни одна соцсеть вас не запустит. И там мы ещё сделаем тонкие настройки. И тогда вы можете автоматизировать свой труд. Но согласитесь, что нет смысла сидеть вручную, например, одну и ту же информацию разносить по всем своим соцсетям. А мы должны быть во всех соцсетях. Там, где люди, там и мы. Мы ведь для людей несём информацию. И мы несём вам на самом деле спасательный круг. Мы несём полезную информацию. Не бойтесь об этом поделиться. Уж два человека. Вот краудфандинг говорит о том, что всего двух человек пригласите. Уж двух человек найти вот в этом огромном море соцсетей легко, если вы правильно пользуетесь и показываете, что вы живой человек, что вы активный человек, у вас есть какие-то интересы. К вам потянутся люди. Если, конечно, вас нигде нет, то извините, как вас найти? Тогда остаётся только один путь на земле. И тогда вы вынуждены говорить сразу только о бизнесе, о том, что я говорила. Не говорите сразу о бизнесе. Не говорите сразу о бизнесе. Но вы вынуждены это делать и потом ещё доказывать, убеждать, что у вас, там, принесите справку, что эта компания не верблюд. Понимаете? И вы сами себе усложняете и время, и поиск людей. Если бы каждый человек понимал, что здесь нет никаких реферальных бонусов, что это не финансовая пирамида, что это на самом деле все деньги полностью отдаются тем, кто выставил свои проекты. Всегда есть единомышленники, всегда есть возможность найти своих единомышленников. Я на этом с вами прощаюсь. С вами была Ольга Каурова. Пишите, звоните, наши скайп-чаты, заходите, пользуйтесь информацией, применяйте. Пусть это будет вам на благо и укрепляет ваш финансовый фундамент. Всем пока. Ольга, спасибо. Спасибо, Ольга, огромное. Пока. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...